Здравствуйте, здравствуйте! Вы по записи, не так ли? Присаживайтесь, конечно же, присаживайтесь Так, вы у нас на это время записаны, всё верно? Так, вот ещё Ещё у вас Отлично, нашёл вашу запись Напишем, что вы пришли вовремя Это уже хорошо Располагайтесь поудобнее И мы будем начинать Можете рассказать, что вас беспокоит То есть, вы пришли на плановый осмотр И просто хотите узнать, как дела с вашим организмом и с вашим телом Это хорошая инициатива, вы правильно сделали, что решились на это Потому что многие забывают ходить к врачам и приходят уже когда слишком поздно Но простите меня за эту нотку меланхолии Давайте же мы с вами будем начинать Скажите, когда последний раз вы наблюдались на общем осмотре? А есть ли у вас какие-то хронические заболевания? Не болеете ли чем-нибудь приобретённым? Сейчас вы, например, не простужен ли? Никаких вирусов, актуальных для наших дней Нет у вас Отлично, а что скажите про своих родственников, ближайших? Скажите, когда в последний раз вы прививались от самых распространённых болезней? Какая была последняя прививочка? Как организм отреагировал? Помните? Да, желательно поподробнее Хорошо Хорошо Что ж, я вас услышал Теперь давайте перейдём к основному Какие-то жалобы на данный момент у вас имеются к общему вашему состоянию К состоянию органов К вашему общему состоянию Что скажете? Да, продолжайте Так Хорошо Так, может быть что-то ещё? Так Начнём с проверки вашего горла Откройте, пожалуйста, рот и скажите А Да Так Так Вот так Посмотрим ваше горлышко немножко Уберём ваш язычок, чтобы больше рассмотреть Так Ещё раз, пожалуйста Так, язычок высуньте вперёд Вот так 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 У вас слегка красное горлышко Как вы и говорили Вы что чувствуете? Отвержение? Ничего удивительного? Ваши Ваши Лебузлы Слегка Совсем слегка Увеличены Ну да Судя по всему Вы где-то простудились совсем недавно Но ничего Это всё лечится Это всё Ничего серьёзного Поэтому не переживайте А поскажите Насморк у вас нет Нос не дышит по ночам Вы какие-то капельки капаете для того, чтобы избавиться от сложности Как часто? Хорошо, тогда Если они вам не помогают Или если они вам жгут вашу слизистую Порекомендую Немножко другое средство Оно более мягкое И чуть более действенное Конечно, скорее всего будет подороже Чем То Чем вы в данный момент пользуетесь Но, поверьте Лучше Чуть больше Заплатить Чем Мучиться От неприятных ощущений Вот так Вот название Я записал его В вашу карточку И Вы обязательно его приобретите Чтобы ночью вам банально было Легче спать Хорошо Теперь, пожалуйста Позвольте мне осмотреть ваши ушки Возможно Из-за вашей простуды Они тоже слегка страдают Давайте мы взглянем Я буду использовать фонарик Чтобы осматривать ваши ушки Сначала левое ушко Ага Простуды Я не вижу Что ж Теперь С правой стороны Ага Так Расслабьтесь, пожалуйста С правой стороны И По-моему Все Тоже Хорошо Я не вижу Никаких Следов Простуды Отлично Но на всякий случай Давайте проверим Ваш Слух Закройте, пожалуйста Ваши глазки Можете закрыть оба глаза Это нужно И Скажите, пожалуйста С какой стороны Вы услышите звук Хорошо? Так Держите глазки закрытыми Продолжаем Правильно Еще раз Отлично Еще раз Супер И еще раз Хорошо С слухом У вас так же все в порядке То есть Ваши ушки Ваши простуды Не задеты Поэтому Все еще лучше Чем я думал Все На поверхности И это все очень быстро У вас Пройдет Отлично Так Теперь давайте Вас Послушаем Поднимите, пожалуйста Вашу футболочку И Пожалуйста Дышите глубоко Глубокий вдох И Медленный выдох Хорошо? Три Четыре Вашу футболку Прекрасный Еще Дышим Глубокий Вдох Прекрасный Еще Глубокий Вдох Ещё раз Ещё разок Ещё разок Ещё разок Вдох и выдох Что ж А, один момент Рибов ваших лёгких Я не услышал И это хорошо Нужно это И написать Как давно вы Последний раз делали Флюорографию Отлично В принципе, можно сходить ещё раз Обновить информацию Будете со свежей флюорографией Чтобы без проблем Ходить по Врачам А то У нас сейчас специалисты Без флюорографии Относительно свежей Не принимают К сожалению Или к счастью В общем На всякий случай Порекомендую вам Сходить В кабинет флюорографии И записаться Сразу После нашего приёма Хорошо Вот И славно Что ж Есть ещё у вас Какие-нибудь Жалобы Помимо Простуды Так Кожи Головы Что И так с ней можете сказать Знаете Это довольно распространённая Проблема Ничего Сверхъестественного В этом нет Конечно же Давайте Осмотрим кожу Вашей головы Сейчас я надену перчатки Коля Минуточку Что ж Я надену перчатки Давайте Приступим Давайте начнём с этой части Вашей головы Ну-ка Берём волосы В стороны Да Да Я вижу Вижу Небольшие Шелушения Кожи Так Вижу Секундочку Продолжим Скажите Как часто Вы Помните Голову С шампунем Какой обычно это шампунь Какой-то конкретной фирмы Производителя Или Или Случайным Шампунем Воду Дома Они измеряли на PH Кислотность Не знаете какое сочетание? Ну Возможно из-за того, что Вода Сменилась Вода Которой Вы Мойте Голову Сменилась У неё Другая Кислотность В отличие от предыдущей Воды Которой Молекулы Из-за этого Могло начаться Могло начаться Шелушение Немножко сзади Смотрю у вас Не двигайтесь Не двигайтесь Не двигайтесь Вот так Здесь уже Конечно Поменьше Шелушение Больше Всего Его С верхней части Так Секундочку Ещё здесь Так Не двигайтесь Отлично Так Да Здесь Тоже Уже Не так Не так много Даже Меньше Чем С другой стороны Да Основную проблему Вижу конечно Здесь Что ж Могу вам сказать Что Это конечно Довольно Распространённая Проблема Но В то же время Лечить это Тоже Нужно Я пропишу вам Одну мазь Её нужно будет Мазать На голову Перед сном Хорошенько Так Так втирать При этом В кожу головы Да И После этого Накрывать Голову Специальной Полиэтиленовой Шапочкой Чтобы Создать Парниковый Эффект У волос И Разумеется Не испачкать Ваше постельное бельё В течение Трёх дней Делать это Перед сном По идее Должно Помочь Если Вдруг Это Средство Не поможет Будем Ориентироваться По вашим Анализам И Уже Тогда Поберём Другое Либо Направлю вас В Кожвин Диспансер Для Консультации Болевского Специалиста Убираем Давайте На всякий случай Возьмём Небольшой Мазочек С вашей головы Отправим его На анализы В нашу лабораторию Откроем Стаканчик Возьмём Ватную палочку Возьмём Образцы Так Ещё чуть-чуть С этой стороны Надеюсь Не сжётся После взятия образцов Что скажете Что скажете Что ж Информацию Об анализах Сможете получить Там же Где и Все остальные Ваши анализы Будут находиться Сними же потом Снова Придёте ко мне Как мы и договаривались Хорошо? Замечательно Сейчас Давайте Померим Вашу Температуру Возможно В связи с Вашей простудой У вас У вас Жар Которого Вы можете не чувствовать Но Он Может Проявляться Замечательно Забьём температуру На градусники И Поставим В Её В Вот так Посидим с вами Немножечком Буквально Три минутки Пока Температура Будет нагреваться Закрою крышечкой На упаковку И Другая ваша ручка Потребуется Мне Для того Чтобы мы Измерили ваше Давление Хорошо? Скажите в целом Как у вас С головными болями Не бывает Ощущений Вот Тяжести В черепной коробке Головных болей По вечерам По утрам В связи с С изменениями погоды Условий Нет Ну всё же Давайте Ваше Давление Это Достанем Атонометр Из упаковки Постараемся потише На вашу ручку Закрепим его Так вот Несильно Тугая Несильно Тугая Разверните Пожалуйста Вашу ручку Вверх Вашими венками Хорошо? Я буду слушать Ваш пульс И накачивать Расслабьтесь Расслабьтесь Спускаем Вот так Отлично Отлично 125 на 82 Давление у вас Прекрасное Надеюсь Руку Не сильно Пережал вам Накачивая Тонометр Ну В принципе Вы И говорили Вступление Всё хорошо Сейчас Уберём Обратную Упаковочку Наш Тонометр И Давайте Достанем Ваш Радусник Температура у вас Уберём Не добежала До 36 36 И 4 Показывает Да Ну Вроде бы Радусник мы вам поставили Корректно Это может означать Только то Что температура у вас В полной Норме А Это То, что нам нужно Завроем Радусник И уберём Что ж, я думаю мы с вами посмотрели все ваши нужные части тела и разобрались, что они функционируют довольно хорошо, не считая вашей простуды Мне нужно найти мою ручку, я нашёл её и мы запишем результаты нашего с вами осмотра Это не займёт много времени Я пропишу вам спрей для вашего горла Настойку для полоскания, будете её разводить с теплой водичкой и полоскать горло три раза в день Анализы ваши должны прийти уже на этой неделе, поэтому записываем вас на приём на вашу ближайшую свободную дату Через неделю это какая будет? Да, да, подскажите Хорошо, да, записи на это число есть 10 грамм вам подходит? Замечательно, замечательно Так Вот так Всё, расписываюсь и Подаю вам Что ж, я буду вас ждать Приходите обязательно на следующей неделе Со всеми Анализами мы посмотрим Хорошо всё Или ещё лучше, чем вы думали Будем более оптимистичны Желаю вам хорошего дня И всего доброго Поехали Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»